Забайкальские таланты на кремлёвской сцене. Читинская школьница Инна Матафонова заняла первое место на всероссийском конкурсе «Юные таланты отчизны», который проходил в Москве. С юной исполнительницей встретилась наша съёмочная группа. Петь мечтала с самого детства, впрочем, как и многие девочки. Инна поёт уже 9 лет, большая часть из них детская страна в ансамбле «Веснушки». Именно здесь, считает Инна, ей удалось научиться правильно управлять своим голосом. Поверив в свой талант, без колебаний решила принять участие в конкурсе всероссийского масштаба. Нам, получается, пришло положение на школу. Мы послали несколько записей в Москву. Это было в 2011 году. Целый год был отбор. Затем нас со всей России отобрали 6 человек. За 5 лет существования конкурса Инна Матафонова впервые представила на нём Забайкальский край. Это был незабываемый момент, вспоминает она. Кремлёвская сцена, множество людей в зале и очень серьёзные судьи. В жюри Александра Пахмутова заслуженный артист России Леонид Чистяков, а в качестве гостя был приглашён Олег Газманов. Собственную победу Инна долго не могла поверить, в отличие от своего творческого коллектива. Когда она приехала, все радовались за неё. И девочки, мы все решили, что мы будем упорно заниматься и тоже добьёмся таких же вершин, как и Инна. Побывав однажды в такой среде, невозможно отказаться от мечты оказаться. Там вновь, говорит юная исполнительница. И готова сделать для этого всё возможное и невозможное. Россия моя, небеса голубые нет, берёзовы, берёзовы рам. Любовь хорошего, Дин Светлаков, Вести Чита.